сидим мы в легенде и на этой прекрасной ноте м3 хочет передать вам привет зрителям нашего канала и сжечь пару колес данному автомобилю нужен серьезный дитейлинг снг коробка робот как нужно ездить данного автомобиля только так мокро у нас переключился он на вторую скорость и особо ты не подрестишь на данном автомобиле потому что коробка тебе не даст ну можно но с тяжелым трудом в общем дали мне данный автомобиль потому что у данного автомобиля загорается чек ну то есть точнее не чек мотора емал и это происходит только при нагрузках при серьезных нагрузках мне иван говорит я когда горит еду и вот где-то в конце вот спорт режиме вот прям вот это вот перед отсечкой начинает загораться и нет мощности показывает либо на расходомер либо на электронную педаль здесь вообще электронная педаль дополнительно и эта ошибка загорается загорается при скорости 240 километров в час ты готова ехать на данном автомобиле 240 час я нет что это страшно и когда идешь боком вот в круговое движение ты заходишь вот идешь идешь с вами поздоровились японцы самурая ездила данного автомобиля а это значит что автомобиль приехал из японии об этом поговорим попозже едешь боком и где-то в полкруга она опять показывать email и выключает то есть она обрубает себя и мотор не едет в общем с этим нужно разобраться я езжу на автомобиле два дня я давил его в отсечку у меня метров 15 черных полос и до сих пор у меня не было этой ошибки вопрос как нужно ехать на данном автомобиле сильно такого уничтожая что загорится эта ошибка я не знаю я пока ума не приложу я не считаю что я жалею автомобиль но это трушный автомобиль он звучит конечно это прикольно главное прогреть и чтобы вкладыши все тест-драйве у нас не выплюнул наружу это самое главное потому что проблема вкладышей всем известно или нет или вы не знаете у данных моторов и не только у этих м их нужно менять и нужно менять их постоянно я каждый раз когда давлю на газ на данном автомобиле только не вкладыши только не вкладыши в общем основная задача это его сделать чтобы эта ошибка не появлялась только и понятия не имею как вам нужно насиловать данный автомобиль чтобы эта ошибка снова появилась но она должна сохраниться в памяти мы прочитаем ошибки посмотрим сделаем еще несколько тест-драйвов и данный автомобиль в продаже а я еще хотел позвать детейлера чтобы он мне сделал автомобиль пробег сейчас на данный момент 146 с половиной тысяч километров 2005 года машина пробег маленький для года и нужно посмотреть что вообще с автомобилем есть конечно моменты по салону есть моменты по кузову стойки надо перетянуть однозначно кстати отдельная японский автомобиль японских автомобилей стоят система gps причем смотри антенны здесь 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 снизу справа и слева когда садишься в японский автомобиль и он тебе хотела хотела что-то говорит на ли постигните ремни еще одна фишка японских автомобилей но кто не знает то есть у немцев обычно когда включаешь поворотник просто один раз поджимаешь его он тебе моргает три раза здесь он моргает один раз но это можно исправить нужно программно это сделать постараемся попробую пока на машине ездил скорее всего японский самурай у которого была пленочная фабрика потому что он опять весь автомобиль в пленку в карбоновую пленку вверх вниз тут карбон весь салон в карбоне здесь карбон очень хотел короче карбоновый автомобиль наверное самурай-то наш капот сняли причем слава богу капот снялся без повреждений потому что когда ты снимаешь карбоновую пленку можешь или вообще любую пленку ты можешь снять его вместе с лаком но карбоновая пленка отличается своей структурой и когда ты начинаешь отрывать она отрывается по кусочкам и это основная проблема карбоновой пленки вот все в карбоне здесь кому-то здесь все в карбоне а японские версии кстати у немцев нет звука когда сдаешь назад а у японцев есть у всех старый автомобиль старый автомобиль когда покупаешь должен всегда ожидательно особенно когда ты покупаешь спортивную версию имеет 5 косариков на полочке на всякий случай а вдруг придется ремонтировать тут по кругу тоже можно было раздать но вы должны понимать когда вы раздаете в германии боком либо ездите как считает немцы неадекватно то можешь потерять свое водительское удостоверение так что я оставляю полосы исключительно только на частных или в частных секторах где и там возможно сделать не делайте так ни в коем случае люк работает прочитал сейчас ошибки почему-то боему explore вообще не видит даже номер его сейчас обновляю программу и 100 инпа то есть читают автомобиль видит ошибку по педали газа это может быть и дроссельная заслонка и она видать залипает только когда ты едешь на высоких оборотах и скорее всего когда мотор горячий есть такая фишечка у м3 в общем как то так я очень хотел посмотреть у нее пробег по по бокам управления но он даже его не видит почему-то ну что связано с японской версии ну ладно сейчас обновим посмотрим в общем что у нас тут то все у нас тут все в пленке карбоновой я бы ее снял с удовольствием эту всю пленку на машина не моя по сути я бы снял пленку разобрал бы эту панель покрасил боя заново либо поменял вот эту панель там неизвестно что под пленка то вообще так что снимать ее тоже страшно так по сути технически машина исправно нас получила техосмотр пойдем посмотрим лакокрасочное покрытие что нам покажут приборы крышка багажника 139 это 124 133 143 150 крыло 200 275 211 и видно что он украшено вот скол прилетел и лак отходит капот был у нас в пленке в карбоновой также как и крыша но тут 127 тут 126 это оригинал 137 143 132 140 141 крышка багажника 135 сверху у нас 144 но тут с пленкой непонятно что будет 280 280 черный плюс цинк крыло получается крашеного в общем непонятно почему он выдает эту ошибку при таких нагрузках и серьезных нагрузках то есть я два дня езжу я и тоже гонял но меня не было два ванаса а по сути надо кататься ждать ее еще раз я сейчас терся все ошибки и посмотрим что будет дальше вот это надо убрать карбона вот эту за липуху другую поставить и крышу снять я думаю черный цвет тормоза и поставили новые они били кстати не ржавые были и фар здесь фар у него были ксенон и сейчас у него галоген новые галогеновые фары потому что если ставить ксенон то ему нужно врезать сюда по немецким правилам сюда нужно врезать омывайку мы лайка стоило 420 евро и и купили но сам геморр и и сюда подключить решили просто поставить фары галоген и не париться на этом так что она у нас с галогеновыми фарами переключается на конечно мне лично хотелось бы здесь механику включил вторую скорость газ в отсечку и отпускаешь сцепление бросаешь вопрос было бы веселее все разогрелось коробка разогрелась мотор горячий все горячее к сцепление били все все ржавые точные и конец и вы вы с будут вы вы в коробка у нас улучшена режиме на механике в автомате попробуем сам звук только ради этого стоит брать этот автомобиль и кататься на нем ну бьет она по жесткому такая трушная машина настоящая чувствуется мне автоспорт я помню когда еще приехал в германию я приехал в 2005 году то есть когда эти машины производились не стояли такие красивые зеркала вот так сложно вот так вот ты такой вот это тачки до сцена не раскручиваем из 5,8 и все 5,7 было лучше как-то так ну да ладно хватит мучить машину пускай обдувается но и у меня до сих пор не было этой ошибки юан как нужно было ездить на данном автомобиле чтобы у тебя появлялась эта ошибка он еще мне говорит слышишь я так не ездил как ты я на все составил там чуть полос на асфальте в общем покатаюсь пару дней посмотрим будет ли ошибка или нет спаси и сохрани вкладыши причем мы реально не знаю менялись они там или нет но если был нормальный хозяин адекватный то он бы поменял самурай а я вкладыш или нет апдейт по м3 мы не покатались я покатался сделал несколько бернаутов оставил следы на асфальте у меня ошибки не показывают почему-то мы прочитали ошибки и показывают только педаль акселератора почитал формы посмотрел решат на доросельную засланку засланки так что скорее всего эта проблема она когда нагревается видать что-то там клинит и выкидывает эту ошибку иван говорит что у него постоянно эта ошибка я на никак не ездил у меня не попадала этой ошибки и на данный момент память чиста у автомобиля причем там немного блоков управления чтобы там что-то видеть сильно короче пока машина едет самое главное коробка переключается мотор работает ровненько все хорошо мы машину почистили убрали все полностью я бы заменил на этом автомобиле руль и все неделю на нем про ездил и кайфует конечно не супер топ там и супер какой-то спорта но классика мы не стали снимать с него пленку карбоновые в салоне потому что неизвестно что под карбоном будет твориться что решили оставить так а так пока мы сфотографировали машину снаружи протерли внутри убрали почистили все продули машина можно сказать сейчас в продажном состоянии ну и соответственно отфотографировали и выставляем ее на сайт ближайшее время так что если у кого есть желание может купить японский автомобиль германии немецкий автомобиль привезенный из японии в германии цена около 30 тысяч евро варьбе варьбе где-то так посмотрел и мобили де на мобили де цены разнятся от 26 где-то в риге там стоит автомобиль и до по-моему 50 с чем-то в зависимости от состояния есть автомобиль с коричневым салоном красивый но там цена другая совершенно я считаю что за 30 тысяч евро данный автомобиль это адекватная цена но это нужно разговаривать уже с владельцем по торгу меня пока все устраивает так сказать для этих лет есть вот этот яб карбон еще убрал с капота крышу мы тоже не стали снимать черная крыша вроде смотрится пойдет и диски бы на него сюда не поставил эти диски ну как-то и не идут выслейки дымят хорошо очень хорошо дымят в общем по гражданке едешь на нем как на обычном автомобиле круто мне нравится этот автомобиль от 4000 не так много у меня было в подборе у меня пошли в основном 92 кузова уже в 8 а таких было крайне мало и давным-давно я сейчас когда еду на этом автомобиле я вспоминаю эти времена когда машины были в тренде ну пока на этом все это был пмв м3 кузове 46 6-цилиндровый двигатель на СНГ а с вами был Денис Рим компания Достокар автомобилей из Германии был дым я định м и очень верно это